Привет всем, на дворе пятница, а значит и выходные уже совсем близко, а мы представляем вам тройку игр, в которые, по нашему мнению, можно и нужно сыграть сегодня. Сегодня в эфире такой вот топ-3 от нашего зрителя Ильи Ракипова. Он же оставил их вчера в комментариях к предыдущему выпуску. Готовы? Тогда поехали! Первая игра, которую рекомендует Илья, это Half-Life. Что ж, друзья, это просто отличный выбор. Первая часть увидела свет в ноябре далекого 1998 года, и она стала первой в культовой игровой серии, ну а попутно еще сделала своих разработчиков богатыми и знаменитыми, а еще получила несколько дополнений и продолжений. Событие происходит на засекреченном исследовательском комплексе Black Mesa, где в результате неудавшегося эксперимента на Землю попадают враждебные существа из мира Ксен. Ну а дальше на их пути оказывается Гордон Фриман с фомкой и кучей оружия наперевес. Half-Life запомнился своей атмосферой и увлекательным сюжетом, так что рекомендуем, без вариантов. Ну и молчливым Гордоном тоже запомнился. Вторая игра, рекомендуемая Ильей, это Resident Evil 4. Она в свое время сделала переворот в серии, геймплей был полностью изменен, и впервые упор был сделан на экшен. Играть тут предстоит за Леона Кеннеди, который теперь работает в охране президента США. Неизвестные же похитили дочь президента, или он отправляется на ее поиски. Следы ведут в глухую древушку в Испании, по прибытию куда главгерой обнаруживает очередной вирус, а также понимает, что все вообще плохо и мир надо спасать, а попутно не помешает еще и выручить дочь президента. В общем, четвертый Resident интересен большой увлекательной компанией, множеством врагов, в том числе и боссов, и интригующим сюжетом. А после прохождения основной кампании еще открываются дополнительные режимы, прохождение на время и дополнительная сюжетная кампания. Так что играть и играть. Сейчас переиздание Resident Evil 4 можно купить в Steam для ПК или в Xbox Live и PlayStation Network для Xbox 360 и PlayStation 3 соответственно. И третья игра это The Walking Dead от студии Telltale Games, ну созданная по одноименному сериалу. Тут снова зомби-апокалипсис и снова мертвяки гуляют по миру. Игра же предлагается за одного из выживших. По жанру The Walking Dead смесь приключенческой и ролевой игры. Головоломок здесь не очень много, они несложные, в основном игра сводится к поиску предметов и взаимодействию с другими персонажами. Иногда игрок ограничен по времени и может даже погибнуть, если не решит определенную задачу. При схватке же с зомби необходимо как можно быстрее нажать одну или несколько кнопок на клавиатуре или джойстике, что вносит некоторую долю напряженности. Ну и вот на этом у меня пока что все. Оставляйте свои тройки игр, вспоминайте былое, найдем во что поиграть скажем, а теперь же у меня уже точно все и всем всего.